Весна подкралась незаметно, а одну горожанку и вовсе застала врасплох. Глыба льда, свалившаяся с крыши из-за резкого потепления, переломала женщине кости. Чтобы отвести угрозу от жителей, коммунальщики стараются прыгнуть выше головы и спешно чистят крыши. Работы пруд-прудей под ногами. Благостроители продолжают вывозить на полигоны снежную кашу. То, что весна близко, понятно и по медведям, которые нынче ранние пташки. Жорчат Ручьи в репортаже Юлия Анашкиной. Чистить улицы от пыли и грязи в феврале коммунальщикам непривычно. Из-за резкого потепления грейдеры, которые собирали снег, уступили дорогу подметальной технике. Хотя обычно такие машины начинают работу не раньше середины марта. Чтобы не приплыть, рабочие также проглатывают русло для талых вод. Сейчас главная задача это очистить лотковую часть, очистить ливневую канализацию решетки, чтобы вода, которая за день тает, уходила ливневую канализацию. Ранее весна в этом году застала горожан врасплох. Над людьми нависла угроза – сосульки и массы потаявшего снега на крышах. Один такой сугроб, сваливший с низ, чуть не убил 49-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в больницу с многочисленными переломами. Однако управляющие компании лишь кивают на погоду. Участок работает, достаточно активно работает. Просто по этим адресам, видите, кровли скатные, весна ранее. Однако в прокуратуре сомневаются, что стоит пенять лишь на весну. Они выясняют, есть ли здесь вина управдома. Как правило, мы вносим представление, направляем материалы следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании за ненадлежащее проведение работ по уборке территории. И, кроме того, направляем в суд исковое заявление о возмещении морального вреда пострадавшей. Впрочем, ранние оттепели заставляют нервничать не только коммунальщиков и горожан. С грустью весну календарной зимой встречают и аграрии. Большая вода им, как оказывается, не в помощь. Планы посевной под угрозой. Конечно, вот такая ранняя весна, как правило, способствует тому, что посевная может несколько затягиваться. Может быть, с двигом некоторых сроков. Поэтому самая главная задача сейчас – это вовремя подготовиться к посевной кампании, чтобы были вовремя хорошие семена, хорошее удобрение. Из-за теплой погоды взбодрились даже животные. В Екатеринбургском зоопарке проснулись медведи. Сотрудники зверинца уверяют, что ранний выход из спячки на здоровье косолапых не отразится. Ничего, конечно, страшного нет, потому что погода, она погода, вот и рано все нашелотает. То есть они чувствуют, что пора идти уже добывать себе еду. Все правильно, там должно быть, природа подсказала проснуться, а они проснулись. Чтобы у мишек не было стресса от незапланированного пробуждения, их временно будут кормить только растительной пищей. В ближайшее время сотрудники ждут, что из спячки выйдут все топтыгины. Ведь потепление продлится еще как минимум две недели. Юлия Анашкина, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова